Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, программа «След в истории». Совсем немного времени остается до самого важного праздника в нашем календаре. До дня, который 75 лет символизирует для всего человечества свободу, мир, саму жизнь. И кто бы мог подумать, что именно в этом году все так получится. Из-за пандемии и режима самоизоляции мы не можем проводить акции торжества, не можем встречаться с ветеранами. Их нужно беречь больше всего. Но праздник состоится. Он пройдет во всем медиапространстве и будет еще более масштабным, чем обычно. А у нас есть прекрасная возможность обратиться к старым записям очевидцев и участников военных событий, которые нам удалось собрать за прошлые годы. К сожалению, за это время некоторые уже ушли от нас. Но мы намеренно не стали обводить титры траурными рамками. Пусть они останутся живыми. И на экране, и в нашей памяти. Маленькие и уютные ядры накануне войны. Почти все жители, не занятые на производстве, вышли на сенокос. Женщины уходили, приходили утром, а вечером они уходили. Вечером они уходили часов в пять, в шесть. Потому что утром нужно в ядрине всем топить печки. Сготовить, покушать. Скотина там, корову нужно подоить. В стадо утогнать, понимаете. А вечером встретить. Женщины уходили. А мужчины и мы, пацаны, уставались вот в лугах. И теперь женщины утром приходят со слезами, плачут и говорят, мужики, война началась. Один за другим на фронт отправились пятеро братьев Щетининых. Шестой Александр на войну уходил дважды. Летом 43-го года ему исполнилось 16 лет. И парня сразу отправили на призывной пункт. Меня в Канаж в 43-м году два раза привозили. Первый раз привезли. Старый военкомат около завода электроповрузчиков был. Там была отметина карандашом полтора метра. Меня к стенке поставили, чтобы посмотреть, сколько. У меня пять сантиметров не хватило. И меня, значит, забарковали. Второй раз приезжаю, все, меня их к черточке не подставили, потому что, видимо, на фронт требовались люди, понимаете. Огромная мобилизационная работа была проделана в кратчайшие сроки. В первые же дни войны добровольцами записались более 40 тысяч человек. К осени в деревнях остались только дети, женщины и старики. Сто тысяч мужчин-колхозников были уже красноармейцами. И не только мужчины. Всего из Чувашии ушли на фронт более 200 тысяч человек. Наши земляки сражались на всех фронтах, участвовали в сопротивлении. Освобождали не только Советский Союз, но и многие страны. И даже основателем первой на оккупированной территории подпольной группы в белорусском Гродно были наши земляки. Военный инженер Алексей Волков и его жена. Среди тех, кто 22 июня 1941 года принял первый удар, тоже были уроженцы Чувашии. Вот с мая месяца немецкие самолёты над нашим аэродромом делали разведку. Там граница-то недалёка. Наши истребители пока поднимаются, они уже на своей территории. А был приказ, дескать, это провокация, и войны не будет. Ну вот, а 22 июня нас подняли по тревоге. Немецкие самолёты налетели. Некоторые аэродромы бомбили, а некоторые штурмовики прошлись по палаткам. А до этого нас уже погранотряд сообщил, что самолёт немецкий перелетели. Мы разбежались из палатки по своим самолётам. Ну вот, обстреляли палатки. Если бы нас не подняли по тревоге, в палатках нас бы всех перебили. Начало войны Александр Маляков как раз отслужил срочную службу и собирался обратно в русскую Сурму работать агрономом. Не случилось. Война приготовила ему совсем другой маршрут. Украина, Поволжье, Оренбургская область, Сталинград. Там вполне могли бы встретиться и с земляком Александром Рыбаковым, который попал на Волжский берег прямо после школы. В Сталинградском противостоянии армия противника потеряла, по оценкам генерала Курта фон Типельскирха, не менее 50 дивизий. С нашей стороны выбили из строя миллион сто тысяч бойцов и командиров. И около половины из них безвозвратно. В нашем училище было две с половиной тысячи курсантов. А в армии было четыре курсантские полка. По две тысячи с половиной. Это десять тысяч. И в пятнадцатом числе, это командующий уже сказал, из этих четырех сделали один полк тысячу человек. Девять тысяч человек потеряли мы за Сталинград на седя в месяц. Одиннадцать с половиной миллионов советских солдат и офицеров погибли в Великой Отечественной войне. С фронта не вернулся каждый второй, призванный из Чувашии. Военные потери случались и у нас, в глубоком тылу. В марте 1942 года в мастерской завода номер 320, который спешно достроили в Чебоксарах, в начале войны, случилась трагедия. От взрыва боеприпасов десять человек погибли на месте. Трое умерли в больнице. А еще трое вообще пропали без вести. В одиннадцать часов здесь взорвалась мастерская. Ну, думали, а мы в школе сидим. Говорят, наверное, прилетели, бомбят. А потом уже сестра пришла с работы, она уже работала. Говорит, вот, и сколько чего, все прикрыли. Как же страшно было молоденьким девчонкам, а ведь они в большинстве своем и составляли производственные коллективы тех лет. Эвакуированные в Чувашии предприятия остро нуждались в рабочих руках. И вчерашние школьницы их не жалели. Учительница наша классная, Анна Леонсина, так ненавязчиво сказала, не то что не приказала ничего, а просто сказала, что завод, военный завод здесь перевели. Вот, нужны рабочие. Ну, видимо, знали, сказали, что у нас станочки-то были такие, ну, негрубые. Ага. Вот. И пошли мы, несколько девчат пошли. Проходили через проходную в калитку. Калитка была в сугробе, вот такими вот прошли. Пришли в цех, станки оказались высокие. Там было несколько девчат всего, только участок только еще в работу. Рабочих не хватало. Я помню первый рабочий день, помню, как я сломала свердло. А у меня была Апокина, вот, Ивакина. Я у нее была, к ней меня поставили. И с таким ужасом чуть не убежала. Война идет, а я свердло ломаю, тут вредительством занимаюсь. Она говорит, ничего так бывает. Бывает, ничего, не бойся. Я помню мой станок, номер 3181. Еще одна сфера, которой отдавали все силы жители Чуваши – лечение и выхаживание раненых. В республике в разные годы действовало до 17 Ивакогоспиталей. Уже в июле 1941 года в Цивильске открылись шестимесячные курсы медсестер. Хирург Юргинск был, пошла. Поющий, конечно, у студентка. Все-таки же, там реза, все, все, надо перевязки. Реза сама не резала сначала, потом война идет. Юргинску вшали на фронт. У меня осталось место врача. Пропал. Там сколько приемов было? Семь человек, больных сколько. Раненых там. То мы и прислали. Кость, госпиталь, выслали, перераст, надо делать. Перераст материала не хватает. Всего за годы войны через госпитали республики прошли свыше 72 тысяч раненых и больных. И 70% вернулись в строй. Выхаживать раненых помогали местные жители, собирая для них продукты, лекарственные травы, теплые вещи. Чувашия вообще готова была помочь каждому, кто нуждался в поддержке. Тысячи эвакуированных из прифронтовой полосы граждан нашли здесь кровь и заботу. Особенно тепло встречали детей из блокадного Ленинграда. Не было кушать, все равно мы детдомовцев, ленинградцев носили одну картошку или что-то. Ну, что есть, для кушания тоже помогали. Ну, не помогали, а делились. Мы хорошо дружили. Даже с одного стола ели. Вот Генка Шевберт. Хороший был, учал. По-русскому учил нас. И сам учился на чувашском языке. Но у него не получалось, что он плохо учил. «Война глазами очевидцев и участников» – это настоящая книга жизни, рассказывающая не только о героических свершениях, но и о подвигах в отношениях между людьми. Сколько еще трогательных, грустных и славных историй мы могли бы вам рассказать. И мы обязательно вернемся к этой теме в ближайших выпусках программы «След в истории». А пока позаботьтесь о том, чтобы сохранить след, оставленный в истории героем вашей семьи. Запишите минутный рассказ о человеке, чье имя вы бы хотели включить в состав Бессмертного полка. И выложите видео в соцсети под хэштегами «Вместе гордимся! Перлей Мактанадпор». Пусть они встретят 75-ю годовщину Победы вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова